За первые 20 минут соперникам удалось создать по одному опасному моменту. На пятой минуте из пределов вратарской площади атаковал вороты хозяев поля майкопчанин Аскер Дилок. А на 20-й удар по воротам дружбы нанес Рашид Магомедов. К середине первого тайма преимущество форта стало ощутимым. На 24-й минуте Шамиль Садуев, получив пас от Рашида Магомедова, вошел в штрафную площадь дружбы и прострелил вдоль линии вратарской. Петр Володкин пропустил мяч, а набежавший Ратмир Машезов отправил его от перекладину. 1-0. Этим парням много ударов в створ не нужно, чтобы забить Ратмир Машезов. Классная атака. И отдельно отметим, как мне показалось, Петр Володкин мяч пропустил, набегая по центру в чужую вратару. Водушевленные успехом таганурцы продолжили атаковать. На 26-й минуте мог отличиться Шамиль Садуев, но не смог переиграть голкипера гостей Тамерлана Хачирова. На 29-й минуте мог пополнить личный счет забитых мячей Рашид Магомедов, но из-за отличной позиции пробил мимо ворот. А через 5 минут именно Рашид Магомедов сделал отличную передачу в штрафную площадь Петру Володкину, и тот первым касанием подработал мяч, а вторым отправил его в угол ворот Тамерлана Хачирова. 2-0. На 36-й минуте мог сократить разницу в счете полузащитник гостей Алим Макоев, но после его удара мяч прошел рядом со стойкой ворот. На второй тайм Дружба вышла с желанием отыграться. Уже на 47-й минуте атаку своей команды плотным ударом завершает Алим Макоев, но отлично играет капитан Форте Николай Москаленко. Тагануржцы отвечают отличным розыгрышем углового и мощным ударом Идриса Муслуева, который с трудом парирует вратак Дружбы. Пытаясь закрепить свой успех, Тагануржцы проводят одну атаку за другой, но оборона Майкопчан и голкипер гостей защищаются безупречно. На 89-й минуте майкопчане вышли из длительной обороны и провели быструю атаку. Владислав Васильев навесил мяч в стропную площадь Форте, Идрис Муслуев головой отбросил его на ногу Аскеру Дилоку, и форвард гостей в касание отправил его в ворота. 2-1. Итак, очень важная победа Форте, которая позволила нашей команде вернуться на шестую строчку в турнирной таблице, опередив спартаковцев из Нальчика, которые завершили нулевой ничей домашнюю игру с аутсайдером зоны Юг Аланией 2 из Владикавказа. По восьми матчей.